I'll be back! Я вернулся! И вот ради чего! Сегодня я хочу разбить дубовую бочку одним стаканом воды. На трассе Формул-1 столкнуть две продуктовые тележки. И протестировать первый в мире экран из воздуха. А прямо сейчас подробная инструкция о том, как и чем бить по голове Терминатора. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ГРУСТНАЯ МУЗЫКА ГРУСТНАЯ МУЗЫКА ТЕРМЕЛЬНАЯ МУЗЫКА Идет процесс сканирования посетителей бара. Кодирование завершено, а объект найден. Мне нужен твой мотоцикл, дай мне ключи. Ты забыл сказать, пожалуйста. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Что ж, ну производство обычного стекла тоже когда-то было тайной. Сырье хранится в гранулах, которые нужно расплавить при температуре 120 градусов Цельсия. Теперь бутафор должен снять слепок с настоящей бутылки и сделать литейную форму. Это, кстати, единственный раз, когда у нас в сюжете появляется стеклянная бутылка. Ее заливают жидким силиконом. Затвердевая, этот материал остается мягким, как резина. Извлекать из него хрупкие муляжи проще, чем из гипса. Теперь место настоящей бутылки займет бутафорская. Заливаем смолу. Чтобы она растеклась по стенкам, форму тут же начинают вращать, а потом ждут, пока смола затвердеет. Это очень долгий процесс, он занимает почти 4 часа. Наконец-то бутафорская бутылка готова. Отличить ее от стеклянной можно только по весу. Муляж легче в 3 раза. Главное, бить не как настоящий, не со всей силы. Полсилы, даже в четверть силы, да. Ощущения? Я просто тренировался 2 августа регулярно. Теперь попробуем повторить этот трюк на камеру. Тут есть еще один очень важный момент, который нужно учитывать во время съемок. Бутафорскую бутылку надо захватывать не за само горлышко, а чуть выше. Иначе она просто рассыпется в руке еще до удара. Поехали! На съемку этой сцены у нас ушло 5 дублей. В реальной жизни я бы умер давным-давно с первой попытки. Ведь настоящей бутылкой можно запросто проломить череп. Даже мой. А так я даже ничего и не почувствовал. Давайте посмотрим этот эпизод еще раз. Не заметили подмены? На самом деле мы использовали тут 2 бутылки. Одну разбили в кадре, а другую за кадром. Бутафорское стекло очень хрупкое. Поэтому розочку изготовили отдельно и вложили в руку героя уже после удара. Бутафорское стекло можно даже съесть и не обрезаться. Из-за своей хрупкости оно крошится на мелкие-мелкие осколки. Такое ощущение, будто жуешь песок. Ну, конечно, смолу я ел понарошку, потом все выплюнул за кадром. В следующей сцене мы немного рисковали. Зеркало, в которое я бросал байкера, было настоящим. С обратной стороны его проклеили скотчем, чтобы не травмировать актера. А снаружи подложили кусок бутафорского стекла. Плоское листовое стекло изготавливают по той же схеме, что и бутылку. Только слой смолы кладут потолще. Поэтому от удара оно разбивается на более крупные осколки. Камера идет, поехали! Как говорится, знал бы, где упасть, соломки бы подстелил. Мы знали и постелили. И не только на пол. За зеркалом тоже кусок поролона для амортизации. Лучше, если получится, вообще, если получится, ободнуть его. Это быстро голову, то есть, трос и убрал голову. Если присмотреться, бутафорское зеркало, конечно, отличается от настоящего. Но если выбрать правильный ракурс, зритель не заметит подвоха. Ну а теперь о самой масштабной сцене. Мир, дружба, газированные напитки. Терминатор в душе, он на самом деле очень добрый и ласковый. Что? На изготовление реквизита для этой сцены ушло больше недели. Менять пришлось не только стекло. Даже от сильного удара дверь вряд ли разлетится на части. Скорее пострадает актер. А нам надо, чтобы все остались живы. Так что настоящую дверь долой. Вместо нее готовят более хлипкую конструкцию. Тоже из дерева, чтобы все смотрелось натурально. Но в нескольких местах каркас подпиливают. Так дверь будет легче вышибить. Новую дверь пока еще без стекла устанавливают на место прежней. Пока в рамы вставляют стекло, проход естественно перекрывают. Чтобы никто не перепутал бутафорскую дверь с настоящей и не разбил ее раньше времени. Вот теперь каскадер может влетать в стекло. Падать придется с высоты собственного роста. Несите все мягкое, что есть на площадке. Камеры идут! Вот такая она иллюзия кино. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА При выборе транспортного средства прежде всего думайте о безопасности. Особенно если средство не имеет ни руля, ни тормозов. А вы не похожи на терминатора. На кадрах, которые мы нашли в интернете, все выглядит довольно весело. А как на самом деле? Мы решили выяснить, чем рискует водитель продуктовой тележки, точнее ее пассажир. Управлять тут попросту нечем. Каркас из оцинкованной стали и четыре колеса. Вот и все элементы конструкции. Вместо меня задание будет выполнять, естественно, манекен. Для правдоподобия туловище из пластика мы заполнили водой и тем самым довели его вес до моих 80-100 килограммов. А это новая жертва терминатора. Точно такой же манекен в точно такой же продуктовой тележке. Для проведения теста мы приехали на самый современный гоночный автодром в России. Он создан для проведения этапов Формулы-1. Трасса идеальная для пилотажа, а мы смоделируем на ней ДТП с участием продуктовых тележек. Нужное ускорение одной из них придаст спортивный автомобиль. А безопасим его с помощью простейших подручных средств. Все-таки проверяем на прочность пассажиров тележки, а не бампер машины. Палки и конусы – это помощь водителю для точного наведения на цель. План такой – спить пассажиров второй тележки, разогнав первую до 64 километров в час. Именно до такой скорости разгоняют автомобиль во время настоящих краш-тестов. Внимание всем постам! Готовность номер один. Поехали! А теперь вопрос. В какой тележке пассажир пострадает больше? В той, которая врезается, в той, которую сбивают, или достанется обоим? Чтобы обдумать ответ, у вас есть 4 минуты и история о том, как тележка докатилась до супермаркета. Это наша Аклахома с высоты птичьего полёта. А вот это супермаркет под названием Пигги-Бигги. А вот и ещё один. А вот и… Короче, их семь. А это я, Джек Пустое Брюхо, местный попрошайка. А это владелец магазинов, мистер Сильван Голдман. Сразу видно – человек озабочен. И понятно, чем. Великая депрессия больно ударила по кошелькам американцев. И заставить их покупать больше – дело непростое. А что, если сделать продуктовые корзины размером побольше? Побольше? Нет. По магазинам кто ходит? Женщины. Большую корзинку они не поднимут. А если наполненные корзинки отбирать? И самим относить к кассе? Тогда пришлось бы нанять новых сотрудников. Да и у кассы возникла бы путаница. Нет, это плохая идея. Что же делать? Мистер Голдман был на грани. Ещё неделя-другая, и он разорён. Эврика. Смотри, Джек. Сиденье поднимаем выше, А ниже, у пола, приделаем ещё одно – дополнительное. К спинке – ручку, а к ножкам – небольшие колёсики. Через некоторое время первая партия тележек была выставлена у входа в супермаркет. К ужасу Голдмана покупатели проходили мимо, даже не взглянув на новшество. Мисс, мисс, для вашего удобства мы сконструировали тележку. Возить её – одно удовольствие. У меня уже есть одна. Мистер, мистер, подождите. Чтобы не таскать корзинку, мы предлагаем вам тележку. Вот, возьмите. Ты что, намекаешь, что я не подниму ту доплую курицу, за которой сюда пришёл? У другого, может, руки бы опустились. Но мистер Голдман был не из таких. На следующий день два десятка мужчин и женщин, срочно нанятых на работу, со счастливым выражением лица, катали по торговому залу тележки с продуктами, изображая покупателей. А сам Голдман у дверей предлагал входящим тележку со словами «Мисс, вам повезло. Одна только что освободилась. Берите». И постепенно дело пошло на лад. А на стенах супермаркетов появился вот такой плакат. А потом две корзинки уступили место одной. Зато какой. В неё можно было уместить целого барана. Но возникла проблема. Полная телега в руках покупателя – это победа. но десять пустых телег у входа в магазин – это катастрофа. Найденное тогда решение сохранилось и поныне. Заднюю стенку корзины сделали подвижной, что дало возможность вставлять одну пустую телегу в другую. А вскоре к тележкам приделали ещё и откидной стульчик для малыша. Теперь мамы могли возить детей вместе с продуктами. и жизнь окончательно наладилась. Продуктовая тележка от Голдмана завоевала мир. Нет ни одного супермаркета, где бы обошлись без неё. Более того, тележка стала символом магазинов самообслуживания. А мы вернёмся на трассу. Чем же закончился наш эксперимент? Красота! Эксперимент в действии! И что мы с вами видим? Баба! Предупреждаем! Использовать тележку в качестве транспортного средства очень опасно! А правильным ответом на наш вопрос будет ответ номер три. Оба манекена получили одинаковые повреждения. А, собственно, почему? Потому что в момент столкновения сила, действующая на манекен номер один одинаковые. Сила F1 равняется силе F2 это третий закон Ньютона. Вот и всё. А вот что нам точно сегодня не грозит это разбить этот экран. Видите? Ни рукой, ни головой. Потому что это российская разработка. Да, российские разработки так просто не ломаются. Кстати, у нас есть человек, который имеет прямое отношение к этой разработке, друзья, Роман Доронин. Роман, здорово. Привет. Итак, это правда наша разработка? Да, это астраханская разработка. Астраханская разработка. Это воздушный экран, который был разработан Максимом Каманиным. Наша технология называется дисплеер. От слов дисплей и воздух. Дисплеер. Каким образом у вас воздух светится? Объясни, пожалуйста. В основу нашей технологии входят вода и воздух. Проходя сквозь наш поток, световой пучок рассеивается по мельчайшим частичкам воды. Именно они задерживают свет и рассеют его по всей плоскости экрана. То есть они сделали экран, пикселем которого является мельчайшая капелька воды. Вот эти пиксели воды, понимаешь. Слушай, а я могу голову так помыть, да, в воде вашей, нет? К сожалению, голову помыть не получится. Размер капли, которые находятся в потоке, а их находятся тысячи, размер одной капли 3 микрона. Такие капли не конденсируются на поверхности. То есть, ребят, вот я руки опускаю в этот вот экран, а у меня руки абсолютно сухие. Слушай, здорово. Кроме всего прочего, это, как понимаешь, еще мульти-тач у нас, да? Вот я палец взял, да, и система следит за моим пальцем. А как она определяет, где у меня палец находится? В тот момент, когда ты внедряешь свой палец в поток, он подсвечивается специальными диодами. Так. Это световое пятно снимает наш датчик и передает координату на компьютер. Тоже гениально. Я засунул палец, палец подсветился, и это световое пятно зафиксировала камера. Сколько? Полторы тысячи. Полторы тысячи касаний, друзья. Вот это мульти-тач, я понимаю. То есть здесь можно, в принципе, смотреть мультики, правильно? Как с любым игром. Можно. Можно играть в игры, можно смотреть фильмы. А тут можно вот пианино, да, сделать? Да. Чтобы было. Ребята, это супер-шоу. Представляете, сцена огромная. Вверх вздымаются вот эти потоки микрочастиц воды. Здесь рояль. Я нажимаю в воздухе на клавиши, звучит музыка, и Жан-Мишель Жар курит в коридоре. Сейчас мы сделаем прямо здесь. До чего технологии дошли? Лишь только руки протяни, и сразу музыка звучит повсюду. Стоп! Есть идея. Нужен этот ветер, ветер, чтобы меня фалды, пиджака колыхались. Ну-ка, дуй на меня. Давай, и поехали. До чего технологии дошли? Лишь только руки протяни. Круто! И... Стоп, 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 стоп! Роман, не хочу вас расстраивать, но ваш рояль сдувает ветром. Почему? Ну, под ураганой мы наш рояль не проектировали. У нас же воздушный экран. Наше устройство спроектировано для работы в условиях, когда скорость ветра не превышает 7 метров в секунду. Это позволяет ему использоваться в любых помещениях и не обращать внимания на сквозняки, например, от кондиционеров или вентиляторов. Если ветер нам не подходит, может быть, тогда для усиления шоу будем использовать дым? Everybody now running, running, lying Удивительное дело. Дыма-то много, но он почему-то не сильно влияет на удобство игры. Но всё дело в потоках воздуха, которые защищают основной поток. Это принципы аэродинамики. Дело в том, что поток частиц защищён двумя потоками воздуха, которые выступают в роли щитов. С одной стороны, они защищают наши частицы от того, чтобы они разлетались, а с другой защищают от внешних факторов, например, таких как дым. Тогда попробуем добавить больше света. Лазеры, крутилки, вертелки, свет, поехали! Странно, кстати, но вот эта система абсолютно не реагирует на свет. Мы проектировали нашу мультитач-систему таким образом, чтобы она работала только с объектами, которые находятся в самом потоке. Все внешние объекты, в том числе и вспышки света. Она игнорирует. Попросту говоря, не видит их. Вот такие замечательные технологии. Ну что, мы сделали шоу? Дым, спецэффекты, огромный экран. Ну, это как-то всё несерьёзно. А есть, Роман, какие-то применения такие более серьёзные у этого устройства? У меня для тебя есть кое-что особенное. Понюхать. Понюхать экран? Да. Ну, давай. Слушай, правда, пахнет цветком? Класс. А как это сделали? Он может пахнуть чем угодно. Мы подсоединяем к нашему экрану специальный модуль, который впрыскивает в наш поток частицы каких-то запахов. Точно, это же вода. Они в воду добавляют специальный, собственно говоря, раствор, который пахнет. И мы таким образом можем рекламировать духи, да? Приходите к ним, барышня. Ой, а дайте мне вот эти духи понюхать. Нюхай, прямо экран. И получаешь результат. Отличное применение. А какие ещё применения есть? Терминальная система. Терминальная система. А что особенного? Давай перенесёмся из магазина перфюмерии на вокзал. А действительно, ребят, приходишь на вокзал, там обыкновенный стеклянный терминал. Ты прикасаешься к нему, а кто к этому терминалу прикасался раньше? И каким местом стеклянные терминалы на вокзале самый главный рассадник заразы? Так, и что вы делаете? Смотри, когда ты трогаешь наш экран, по сути, каждый момент он новый. Ты трогаешь новый экран, он всегда остается чистым. Обновляется ежесекундно. Ну и, кстати говоря, добавлять в воду можно и спирт, правильно? Ну, антисептик лучше. Антисептик, да. Немножко помыл руки, ну и заодно и порадовался расписанием. Ну и самое главное, друзья, это наша российская научная разработка. Порадуемся этому еще раз. Ром, спасибо тебе огромное. Кстати говоря, как лечить науку от лженауки? Очень просто. Вы собираете этот же прибор через сто лет по этим же чертежам, по этим же технологиям и получаете тот же результат. Ну вот, например, если бы мы сейчас повторили великий опыт Паскаля, он же научный? Научный. Значит, у нас должно все получиться. И у нас, я думаю, все получится. Смотрим. 1648 год. Вот это вот Паскаль, его звали, кстати, Блес Этьенович, забрался на второй этаж собственного дома, взял бокал с водой и долил в бочку, в которой уже была вода. И бочка разорвалась. Кошмар и ужас, да? Почему это произошло? Потому что он как-то странно залил и вообще как можно бочку, которая выдерживает 400 литров, разорвать одним стаканом воды? Сейчас выясним. Спасибо тебе, Оля, огромное. Друзья, у нас есть для этого специальный человек. Это вот Андрей, познакомьтесь, пожалуйста. Практически профессор. Андрей, расскажи, если мы взяли один стакан воды, мы что, можем любую бочку разорвать? Практически. Только для этого нужно что? Нужно, чтобы был вот этот вот большой столб воды. Блес не просто залил стакан, а он вставил стеклянную трубку, довольно длинную, высотой до второго этажа, залил туда этот стакан, и вот этот столб воды создал вот это давление, которое и разорвало бочку. То есть, если бы этого столба не было, а был просто стакан вот здесь, да, то ничего бы этого эффекта не произошло. Совершенно верно. У нас есть как раз два модельных эксперимента, которые подтверждают то, что толщина трубочки. Модельный эксперимент, друзья, не будем сразу проверять на бочке, сначала проверим на кошках. У нас есть два пакета с соком. Отличаются они чем? Что здесь у нас вставлена тонкая трубочка, а здесь широкая. Эта трубочка коротенькая, но мы потом ее наразим шлангом, и это будет большой столб жидкости, в который мы зальем, собственно говоря, стакан. Сейчас мы зальем стакан сюда и проверим, разорвет этот пакет или не разорвет. Ну, давай попробуем. Стакан воды? Ничего. Ничего не происходит. Видите, люди? Ничего не происходит. Потому что столба жидкости недостаточно для того, чтобы создать давление, чтобы оно разорвало этот пакет. И ты хочешь сказать, что если ты точно такой же стакан... Именно это я и хочу сказать. Выльешь в трубочку, которая будет длинная, и вся трубочка заполнится водой, то пакет разорвет? Да. Создастся такое давление, что этот пакет лопнет, прорвется в некоторых местах. Дорогие друзья, я очень боюсь экспериментов, а сам отойду на безопасное расстояние. Интересно, какой высоты должен быть столб воды? Высота стремянки три с половиной метра. Кстати, воду мы подкрасили, так ее лучше видно. Раздувается, ребят, смотрите-ка что. А теперь вытянем шланг во всю длину, до семи метров. Поднимай. Надулся. Ух ты! Взорвался. Взорвался пакет, Андрюх. Ничего страшного. Ничего страшного. Ну, бумажный пакет взорвался от стакана воды. То есть, работает закон Паскаля, но так пока, в лайт-варианте. Ну, маленький пакетик, да, бумажный. А то ли дело бочка с деревянными толстыми стенками. А бочку сможем разорвать? Сможем. Напомню, по легенде было так. Блеск Паскаль наполнил большую бочку до краев, а потом вставил в нее длинную стеклянную трубку. Поднялся на второй этаж, опрокинул стакан, и... на глазах у изумленной толпы почка разлетелась на части. Проверим, могло ли так быть на самом деле. Для нашего эксперимента мы задействовали учебный полигон МЧС в самой крупной Европе. мы оккупировали тренировочную пожарную вышку. На самом верху установим простейший блок, с помощью которого будем поднимать трубку. Как вы уже догадались, пожарная вышка у нас имитирует дом Паскаля. Подтянем трубку до второго этажа. А вот, собственно, и то, что мы собираемся разрушить. Ага! Вот она, наша экспериментальная установка. Самая настоящая бочка. Реальная бочка, абсолютно. С водой, да? Да. Сколько тут литров? 400. Огромные толстые стенки, вот такие. 2,5 сантиметра. 2,5 сантиметра. Железная окантовка, да? И? Тоненькая трубка. Тоненькая трубка, высота ее какая? Высота, но мы посчитали, что если он заливал с двухэтажного дома, высота этажа 2,5 метра. Вот в районе 4-5 метров у нас эта трубка. Так. Метр еще высота нашей бочки. А 4 метра воды, если высота, это сколько давления получается? 10 метров, это атмосфера. Ну да, 5 метров пол. Начинаем, получается, заливаю сейчас стакан воды, вот такой вот, да? И в этой бочке давление возрастет на пол атмосферы. Нифига себе. Пойду проверю. Пойду залью. Доверяй, но проверяй. Та-да-ра-дай, да-дай, да-дай, да-дай. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь. Вот так же, как я 300 с чем-то лет назад в лес Паскаль залез на свой второй этаж и всего лишь одним стаканом воды попытался разрушить бочку, что, собственно, я и проделаю сейчас. Итак, один стакан воды выливаем. на месте Андрея я бы отошел подальше. Сейчас должен быть взрыв. Но не тут-то было. Бочка даже не дрогнула. Андрей, по-моему, ничего не происходит. Неужели Паскаль все сочинил? Никакого взрыва, никаких фонтанов воды, только пузыри. Нет, не на такой результат мы рассчитывали. В чем дело? Кажется, у моего напарника появилась идея. Скорее всего, Паскаль поднимался на большую высоту. Во-первых, потолки в те времена были выше, а во-вторых, то, что во Франции считается вторым этажом, у нас третий. Первый этаж у французов не нумеруется. Значит, нам нужно нарастить трубку. А еще врежем внизу кран, чтобы давление увеличивалось резко, а не постепенно. Добавим к трубке дополнительные секции. Концы промазывают клеем, а затем надевают на стык муфту или, проще говоря, короткую трубку чуть большего диаметра. Получилось прочное герметичное соединение. Длина трубки выросла до 10 метров. И теперь она достанет почти до самой крыши. Когда я залью эту трубку водой, давление увеличится до одной атмосферы. А это ни много ни мало 5 тонн, которые будут давить на стенки и на дно. Уж теперь-то бочка просто обязана жахнуть. Вслед за трубкой наверх поднимусь и я. Чтобы заполнить трубку до краев, теперь мне понадобится два стакана воды. Я готов! А вот если бы трубка была еще уже, то и одним стаканом обошлись бы. Но всего не предусмотришь. Итак, мы набираем полностью трубку водой. Всего два стакана, друзья. Два стакана нам понадобилось, чтобы этот столб воды поднялся на высоту 10 метров. Еще раз подчеркну, главная в этой задаче это высота столба, а не сечение. Андрей, вы готовы? Да. Открывай! И снова никакого взрыва. Впрочем, давление сделало свое дело. На боках уже появились подтеки, а кое-где вода даже бьет струей. Однако крепкая бочка нам попалась. Вы думаете, почему такой грустный, Андрей? Потому что столб воды в 10 метров не смог разорвать нашу бочку. Это о чем говорит? О том, что во времена Паскаля были очень хлипкие бочки. Но наши знания сильнее, чем эта бочка. Мы сделаем сейчас еще выше, да? Да, увеличим. В два-три раза. В два-три раза увеличим высоту этой тоненькой трубочки, тем самым, возможно, здесь, наконец, оттечь, о которой мы с вами так мечтаем. На этот раз в люльку меня уже не пустили. Слишком опасно. Ведь подниматься придется на высоту в три раза выше этого дома. Все, давайте с Богом. Сейчас мы будем поднимать на 30 метров в планг, а мы здесь с Андреем будем контролировать ситуацию. Но это, конечно, не совсем то, что делал Паскаль. Но у Паскаля были, как мы уже выяснили, очень слабые бочки, у нас бочка помощнее, поэтому попытаемся ее разрушить вот таким вот тоненьким шлангом. Мы взяли шланг не случайно. Трубка такой длины точно переломилась бы. Для удобства шланг заполнили водой еще на земле. Если наша бочка сейчас не рванет, то и Паскаль ничего не взрывал. Шланг готов. Высота 20 метров с лишним. Всего лишь 4 стакана воды. Вот здесь 4 стакана воды. Открывай. Сила давления на одной стенке уже 10 тонн, но взрыва нет. А что есть? Вот появляется со всех сторон протечки. Бочка потекла, ребята. Давайте еще добавляйте воды. Мы добавили воды еще немного, а потом еще чуть-чуть. Бочка течет. Вот, смотрите, по всем щелям. Разорвать ее, конечно, не разорвало, но хорошенько потрепало, по-моему. Паскаль нам, друг, но истина дороже. Взрыв бочки это миф. Даже если этот опыт имел место быть, скорее всего, дело было так. Но Паскаль не сильно расстроился. Слабых строек воды хватило, чтобы доказать, даже малым объемом жидкости можно создать большое давление. И, потренировавшись на бочках, он придумал гидравлический пресс. Физики в большинстве своем люди мирные, но сегодня я пойду до конца. Почка должна быть разрушена. Удержать этот бешеный хобот не каждому под силу. давай! Давай мне кувалду! Орешек знаний тверд, но все же мы не привыкли отступать. Нам расколоть его поможет кувалда С725. Эта бочка меня реально разозлила. Итак, или я, или она. Нет такой задачи, с которой мы бы не справились сообща. что? Это настоящая? Мать! Вы мою машину заперли, выпустите меня, машина. ПОДПИСМЕНТЫ ПОДПИСМЕНТЫ Я нужна мою машину дай мне кис. Не пожалуйста. ПОДПИСМЕНТЫ 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 Какой топ? ПОДПИСМЕНТЫ ДИНАМИ Пусть он тебя позовет. Зайди, Саша, еще раз. Я тебя позову. Пошел, подруг. Мир интереснее, чем вам кажется. Е-е-е-е-е-е-е-е! Субтитры сделал DimaTorzok